друзья мои всем привет за возвращение на канал у нас идет очередная серия марафона под последним роликом вы собрали больше 900 лайков все-таки с каждым из каждым видео у нас все лучше и лучше поддержка видно что вам нравится ну и да я не имею права не продолжаю сбаловать контентом и давали вам полезную информацию сегодняшний ролик будет последний перед паузой как я вам говорил я улетаю в чикаго в четверг соответственно уже ролик наверное среду вечером не будет сложно записать нужно сделать определенные закупы но 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 начиная с понедельника все продолжается и мы будем в формате нон-стоп каждый каждый день писать для вас новые видео этот ролик я вам покажу контент который вышел покажу вам как сработали наши инвестиции в кексальных информах они сработали очень хорошо также поговорим о с вами о сливах уже слили вторую команду хедлайнеров посмотрим какие там хорошие карточки есть также есть уже информация кто будет в задании есть уже информация кто будет избежать и нас хедлайнеров давайте всю эту информацию с вами рассмотрим и подумаем что с ней можно сделать друзья нравится контент лайк и снова на канале подписка комментарий для продвижения канала ребята наш канал двигается активно к 25 тысяч подписчиков и это охрененно погнали ну и как же без спонсора которым является кирилл костров он занимается покупкой продажи монет быстрая доставка лучший курс самое главное надежность по промокоду трейд мастер ребята не забудьте получить свою пятипроцентную скидку все ссылки будут описание под этим видео ну первое то что мы с вами ожидали именно от сон эдуард это x-игрок селтика который перешел кристал пелес он получил у нас с бачашку рекорд брейкера сборочка стоит 115 тысяч примерно он обрушил роби кино который был в районе 135 тысяч он обрушил роби кино до 110 он потом немножко отскочил но в общем карта крутая не скажу что там не знаю какие-то фантастические феноменальные статы но такого нападающего апелл очки сейчас нету то есть у нас есть дешевые варианты у нас со средних вариантов ну ну только разве что именно роби кин все остальные это уже этом роналду и какие-то special карты там крутые скажем карты такого карточки среднего звена у нас мало так что мы его получили наконец-то но еще раз скажу это из бача была слита еще недели полторы назад и вот тот же самый пик которого мы с вами ждали все как по книжке но немножко рейтинг другой то есть я ожидал 82 рейтинг сборки информ и спорт попросили 83 сборочка обошлась нам в двадцать одну тысячу монет как это повлияло на информом как я вам говорил сделать club stock обязательно если пойти в мой клуб и условно сделать поиск именно по команде недели я сделал club сток то есть все эти информы условно там борт правос который упомянул паки он стоил 11000 лафон 12 виска 10 750 думфрист 11500 тот же энтони 10 500 и другие ребята этот мою паки поймал да это тоже паки поймал другие муниос минималка десяточку стоил клювер 10 250 тоже минималочка для него вот именно эти игроков я закупил по минимальной стоимости много карты все-таки не взял жалею не жалею наверное все-таки нет потому что ребята времени у меня не так уж и много на трейд сейчас работаю две смены соответственно не очень сложно как-то совмещать трейд и и работу ну вот но видосики записать или вас не проблема не 11 вечера думаю силы еще есть смотрите вот виска брал за 11 ворд правос брал за 11 и всех эти энтуни всех полностью до десяти с половиной тысяч все по минималке и они у меня ушли по 13 250 также все клюверты которые брал до 10 250 все ушли по 13 250 то есть 3000 на карте да там комиссия там 500 монет условно может чуть больше но в общем две с половиной тысячи на карте я считаю это очень здорово тот же муниос он был десятку вот и также все эти карточки ушли в хорошую прибыль вот кто брал даже если посмотреть информа которые даже не рейтинговые потому что видели я брал рейтинговые карты если мы посмотрим на самые дешевые информы по рейтингу также спрашивают как ты так делаешь как ты ищешь игроков самый дешевый по рейтингу ребята вот есть меня на на веб-приложении вот есть фишка заходите сюда где sb чашка здесь пишет чип из players байки рейтинг прожимаете здесь и здесь вы можете просто сортировать то есть и здесь условно я ищу информ золотой информ и применяю фильтр и мне сейчас пока я всех информ которые есть в цене то есть по рейтингу самое дешевое если вы посмотрите прям все информы любого рейтинга неважно какого рейтинга стоит больше 12 с половиной тысяч полностью все без разницы 81 80 и 78 и это не может не радовать даже информы серебряные они также стоит даже дрожи вот если мы еще посмотрим серебряные информа и возьмем сейчас выборим то также можете увидеть что все серебряные информы далее рост и вот они по 13 15 тысяч стоят вот как то так так что ребята все информы сработали с хорошей инвестиции я вас поздравляю также я думаю стоит с вами поговорить о sbch на кумира потому что рейтинг то вырос в рейтинг вырос да я рейтинг продал до выхода sbch на на хайпе но в общем ну в общем рейтинг дал рост также под sbch сегодня некоторые игроки 83 рейтинга такие как александро такие как по моему канале с что-то в этом роде они также дали рост потому что они дают хорошие линки при сборке сбча то есть некоторые 83 стоит там сейчас больше 1300 84 был по 1500 1600 и поднялся хорошо 85 но икона подняла они мне по четыре с половиной еще шесть половины плюс 2 с карты карта в этом 2000 86 если помните он был по 8 с половиной по 9 сейчас стоит по 12 то есть тоже плюс 3000 дал росту зритель в общем как вложение ну сработал сработал он был очень низкий тоже 87 был по 14 сейчас по 18 почти 88 был по 20 сейчас по 24 почти 89 был по 27 сейчас по 31 вот 90 уже не так сильно вырос дима почти не вырос 91 почти не вырос 92 почти не вырос ну то есть они дали ростом но этот рост учитывая комиссию не такой уж большой в общем рейтинг среднего звена он поднялся это может может не радовать также ребята для тех кто заинтересован именно информации по пакам которые вам должны вернуть потому что я напомню у нас реймсдэл вратар асенала не падал в пятницу паках несколько часов и спорт решила всем тем кто открывали паки до момента пока реймсдэл а не вернули то есть не добавили как хедлайнера все эти паки тем людям которые открывали их вернут возместят а главный вопрос когда потому что этот день этому будет плохой день если это случится сегодня те там завтра то маркет пострадает неважно это случится но это повлияет на маркет сильно это что в паках ребята будет сильно кушаться в цене этого будьте готовы и этот день и спорт нам не сказали когда но они уже вот буквально девять часов назад сказали что мы продолжаем идентифицировать всех людей всех игроков от игры которые были ну то есть которые открывали эти паки во время тогда когда реймсдэл не был пак да как и так и они говорят что это все займет им до конца недели это может быть пятница это может быть суббота это мой в воскресенье это может быть четверг никто не знает но одно точно мы знаем это будет на этой текущей неделе то есть имейте это ввиду четкого дня они не ответили они не ответят они когда говорят точно когда это будет но столько этому готовится соответственно люди которые боялись такие как я что условно сегодня мы можем получить эти пары компенсации они не влазли эту команду недели а зря потому что хакими уже 135 скорее всего он будет еще выше но я уже знаете не влажу потому что когда он был 97 98 я думал его закупить не закупил потому что боялся компенсации и да боялся до того момента что он вырос другие информации как сака кисия поднялись такие как лукагу поднялся очень сильно бензима поднялся чуть-чуть ну как-то так ребята то есть ну пропустили мы эту команду пропустили из девушек уже ничего не сделать потому что были риски а рисковать что-то неохота вот теперь шериф слил полностью всю команду хедлайнер именно вторую команду у нас салах кимик канцело винисиус фуфана барель я троп для бордера файля у запада водкинс хоселу т.д. вилсон элустон все эти карточки будут добавлены в паках в пятницу в 21 00 по москве насколько времени не будет пока не понятно и сразу же вопрос просто стоит в них влазит то есть в принципе ну условно с того что я вижу 89 рейтинг стоит 31000 и кимик он один из самых дешевых то есть он стоит тоже как и все остальные соответственно когда он уйдет дни паки я думаю что он может пойти вверх если и и спортс будут пускать какие-то из бича параллельно если они условно повторят на средние иконы или сделать и средний икону повторяемой тогда эта карточка может и 40 пробить но если не будет из бача и не думаю что он пойдет ниже 32 но шанс вырасти там до 100 37 38 у него точно есть зависимости все от ей серьезно и ей дадут хорошие кита с бичашки он вырастет не дадут он не вырастет все связано условно другие карты до салах мухаммад салах если последний салах а золотую версию салах вот золотая версия салах а люди у него уже инвестируют люди уже ощущают что здесь есть какие-то деньги и я отрицать не буду здесь деньги есть если посмотреть на график то он в принципе да он падал в моменте до 77 78 но видите он держался 83 82 вчера тоже самое 81 85 то есть как по мне эта карточка до 80 тысяч все-таки имеет еще шанс на рост я знаю компенсация если придет четверг то ему будет то есть он будет 70 но если компенсации будет пятницу когда он уже будет не пока эта карточка может быть надежно то есть и после наград за викинг лигу все-таки есть шанс что может он 90 пробьет то есть возможно другие инвесторы влезут эту карточку понимаете то есть и здесь какой-то потенциал ну канцелу скажем канцелу он какого рейтинга восемьдесят шестого восемьдесят шестой рейтинг ребята напомню на маркете стоит 12 тысяч видите он в принципе тоже как рейтинговый чувак восемьдесят шестого рейтинга отдельный самых дешевых свои в рейтинге принципе тоже нравится как положение видите есть есть хорошие варианты то есть без риска я бы сказал здесь тоже без риска давайте другие карточки кто еще может там боррелья боррелья как вариант сразу же вы мне спросите слушай а чё линки 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 к этим игрокам игрокам вы знаете в этом году линки работает очень слабо и чаще всего если вы инвестирует какую-то карточку лучше сливать на хайпе перед выходом этой карточки в паках потому что много слишком инвесторов этой игре слишком много если продавать то продавать другим инвесторам но боррелья видите он 3 а все остальные по 2 с половиной здесь денег меньше но пару карточек можно взять а вдруг ну видите она 500000 дешевле чем остальные в рейтинге это существенная разница но он возможно длинки хорошие под из бича как вариант другие варианты мне особо не нравится насчет стат то есть за смотрите этого канцело и он должен быть на правом защитники что очень круто апелл очки браку но не хватает именно такого крутого правого защитника канцело а то он все слева и слева но все-таки у него с него викфут не рабочий но рабочая нога правая вот так что канцело будет интересной карточкой сети сейчас хорошей форме 24 победы подряд им реально сделать чтобы получил дополнительный апгрейд плюс он играет охрененно то есть у него ассиста много он один из лучших игроков апелл сейчас и наверное лучшие правила щеки в мире но мое мнение не знаю что вы думаете по этому поводу да сразу же ленинге там и как его может стерлинг может там не знаю беру еще раз ленки работает плохо но возможно информ стерлинга там до 90 к также ребята команду недели не слили то особо но слили то что будет контент энголо контент и контент собственно мне как вложение ух как нравится сколько он 175 до 170 наверное понимаете чем фишка он он был все время 165 он был 165 со 175 160 175 до 170 я и наверное возьму пару карт по снайперу постараюсь нравится вот другие статы вот салах кимик венисиус вот статы венисиуса не знаю лучше он ли своего под мы или нет в тисду свой состав чтобы вы видели карточку вот этого я высоко скажу удар лучше венисиуса пасов это лучше дриблинг лучше короче этот венисиус нам ну получше не супер намного вот этот венисиус лучше чем под к сожалению вот и но он будет дорогим да он будет лям он лям точно будет даже больше ляма по-любому больше ляма будет вот салах хорошая карта тоже бомбезная он также лучше много чем его потом вот хорошая карта кимик такой сбалансированный кимик прикольная моделька в игре с того что я слышал он имеет спрос вот и в принципе самым главным является фуфана эту карту все ждут плюс есть слухи что мы получим из бачена клауса право защитника того самого санта клаус который будет линковаться с фуфаной прекрасно эту парочку и думаю все увидит возможно этот фуфана и обрушит немножко и лоренте ванверде рената санчеса потому что карточка фуфаны нарисована прям безумно и последняя новость на сегодня это у нас в задании должен выйти пятницу закаре и здесь еще один охрененный опорник то есть ребята столько опорников сейчас игре должны должны выйти крутых что именно центральная зона сейчас может сильно пострадать прям по полной потому что то что я вижу это жестко и сразу вариант слушали слону линк ну к заданию это понятно нужно задание не надо платить за карточку деньги надо еще делать просто пошел выполнен задание давайте то же самое бабу очевиднейший очевиднейшие инвестиции бабу и смотрит на чего к бабу сто пять тысяч и проблема ребята этого маркета в том что одни люди получают сливы очень рано он был 80 к сегодня где-то там слили что-то и эта карточка сто семь и уже влазить эту карту честно говоря мне сильного желания нет но с другой стороны кто по и ситуацию скоро на там тоже слили что будет за ну корня все равно пошел в районе стоп стоп 140 135 то есть принципе если идти рискнуть но возьмите карт по приколу может карту 2 до 100 к попробовать после по системе корне но еще раз говорю сейчас столько инвесторов этой игре разобиралась что грустно ребята такой ролик много полезные вещи я рассказал поделился всем что у меня есть голове сейчас всеми возможными ходами инвестициями всеми рисками плане именно этих паков с компенсацией слил он всю информацию которая сейчас есть в твиттере одним словом вы проснулись среда утра попили себе как каву ком кофе чай капучино в то что нам пьет и все вы уже знаете что будет ближайшие дни на этом я все лайки не забывайте подписки комментарии досмотрел до конца все по старинке пока пока